приветствую всех кто зашел на мой канал сегодня просматривала все свои полочки которые стоят на окне с фиалками навела порядок на них это мне такая трехъярусная полка снизу на двух полках у меня стоят стартеры детки и на самой верхней полке стоят молодые розетки недавно пересажены уже все в бутонах а поговорим мы сегодня что нужно чтобы фиалка запустила цветение сегодня идет дождь немного пасмурно но надеюсь вам хорошо видно после того как фиалка нарастила достаточное количество листовой массы что для этого нужно я рассказывала поэтому все полезные ссылки вы найдете в описании под этим видео нарастили мы достаточное количество листвы и уже стартер и 100 граммового стакана я пересаживаю в такие вот горшки или кофейные одноразовые чашки в диаметре они не более 8 сантиметров пересадили мы и какое-то время фиалка должна адаптироваться в новом грунте свежим легком воздухопроницаемом грунте и новом горшке она должна расправить все свои корешки и начать запускать продолжать запускать активно корневую и только спустя три недели месяц можно вносить первое удобрение для цветения до этого момента все это время я поливаю фиалки просто чистой водой никаких удобрений как только спустя это время фиалка адаптировалась начала серединка также активно развиваться то есть фиалки стали вот такие хорошо облиственные спустя это время мы уже вносим удобрения для цветения в составе которых находится фосфор и калий азот мы уже не вносим азот нужен был для деток для наращивания зеленой массы об азоте мы уже забываем он уже выполнил свою функцию и уже берем удобрения для цветения либо жидкое удобрение либо фертика мне нравится тоже неплохое удобрение но самое главное я обязательно проливаю фиалки несколько раз вот таким удобрением монофосфат калия хорошее удобрение в составе здесь идет 50 процентов фосфора 33 процента калия как раз то что нужно для цветения также для цветения еще нужно хорошее освещение но сейчас его еще достаточно поэтому в комплексе с удобрением закладываются цветоносы хочу обратить внимание еще раз что фиалок должен быть обязательно свежий грунт если фиалка истощается грунт слеживается из него фиалка уже не возьмет никаких полезных питательных веществ она просто останавливается в развитии и никакое удобрение уже не поможет каким бы хорошим она не была поэтому обязательно должен быть свежий субстрат и достаточно хорошее освещение если освещение будет минимальное то ни о каком цветении не идет речи эти фиалки у меня будут расти на верхнем поливе так как уже приближаются холода зима не за горами я их посадила на верхний полив на этом окне у меня холодно поэтому на фитиль я не стала их сажать будут расти мне на верхнем поливе фиалочкам все нравится такие вот хорошие жирные розеточки здоровая листва блестящие и уже с цветоносами еще несколько слов об удобрении развожу я это удобрение 1 грамм на 1 литр воды этого будет достаточно фиалка хорошо реагирует на это удобрение двух поливов будет достаточно первый раз я поливаю им фиалки и потом уже когда видны в пазухах листвы и зачатки цветоносов я проливаю второй раз и главный элемент здесь фосфор чем больше фосфора тем активнее фиалка запустят цветение очень мне нравится это удобрение ну а потом уже пользуюсь или фертика или можно любым другим удобрением вот такие вот цветоносы скоро фиалочки будут все в цвету на этом друзья буду заканчивать это видео если у вас остались вопросы задавайте и пусть фиалочки радуют вас красивым пышным цветением до новых встреч